Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаево-Черкесия. С вами Мурат Женкьюзов. Сегодня день памяти жертв политических репрессий против казачества. К уважаемым землякам обращается глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня мы склоняем головы перед памятью жертв политических репрессий против казачества. 24 января 1919 года был подписан документ, который известен как директива о расказачивании. За этим последовали репрессии против всего казачества. Множество людей были обречены на страдания, ссылки, голод, лишения и бесправия. Времена репрессий, которым в разные периоды истории подверглись, многие народы Юга России остались в прошлом. И сегодня нужно прилагать все усилия, чтобы сохранить национальное единство, приумножать народные традиции, учить молодежь лучшему, что завещено предками, прививать идеи беззаветного служения Родине, сбережения культурных и семейных ценностей, труда и созидания во благо Отечества. Геополитические вызовы сегодняшних непростых времен сплотили многонациональный и многоконфессиональный народ России. В числе отважных бойцов, защищающих интересы государства в рамках специальной военной операции, и наши земляки, жители Карачаева-Черкесии, в том числе потомки репрессированных казаков Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска. «Пусть светлой памятью жертвам политических репрессий станут наши ратные и трудовые подвиги ради укрепления мощи нашего Отечества во имя благополучия будущих поколений», говорится в обращении главы республики Рашида Тимрезова. Скорбную дату вспомнили сегодня на траурном митинге. Он прошел на территории Покровского храма Черкеска, где собрались представители власти общественности. Разделить боль трагедии, которая унесла жизнь безвинных людей, также прибыли гости из Краснодарского края. 24 января 1919 года руководство страны Советов выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свертулова. Она вошла в историю как директива о расказачивании, определившая политику власти по отношению к казакам, сословию, которая на протяжении нескольких столетий укрепляла воинскую славу Отечества. Память погибших в годы репрессий казаков почтили минутой молчания. А к памятнику, расположенному на территории Покровской церкви Черкеска, и поклонному кресту возложили венки и цветы. В 20-х годах прошлого века действующей властью была реализована политика притеснения казачества, которая носила ярко выраженный характер массовых репрессий. В этот период были уничтожены экономическая база и произведено принудительное выселение казаков из мест традиционного проживания, что привело к гибели тысяч людей, в том числе безвинных детей, женщин, стариков, к частичной утрате исконно казачьих обычаев и традиций, основ православия. Депортация в концлагеря и расстрелы должны были привести казачество к полному его уничтожению. К счастью, это не произошло. Казакам удалось сохранить свое самосознание, культурно-человеческую уникальность и самобытность. Сегодня новое поколение казаков активно интересуется героическим прошлым своих предков, стремится быть достойными их подвигов. Хотелось бы отметить, что органы исполнительной власти Карачао-Черкесской республики совместно с баталпашинским казачьим обществом поддерживают инициативы кубанского казачества, создавая и совершенствуя правовое поле для дальнейшего развития и плодотворной работы. Главой Карачао-Черкесской республики Рашином Борисовичем Темрезовым подписан указ об утверждении плана мероприятий по реализации в Карачао-Черкесской республике стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 30-го года. Уважаемые участники траурного митинга, память о своей истории, корнях, традициях должна быть новой силой для казаков, для национального объединения, для дальнейшего развития во благо нашей великой страны. 105 лет назад была принята директива по расказачиванию, сломившая тысячи, десятки тысяч жизней, уничтожены физически, замучены, расстреляны женщины и дети, казаки. В те годы лихолетия действительно был вбит клин в казачество, когда брат на брата пошел сооружением. Мы помним, мы помним наши трагические страницы истории, так же, как и наши победы. Сегодня, как и сотни лет назад, казачество всегда на передовой. Сегодня наши братья-казаки выполняют поставленную задачу президентом. Более 7 тысяч казаков уже выполнили свой долг и сейчас находятся на передовой. Более 800 человек наших братьев-казаков Кубанского казачьего войска представлены и награждены государственными наградами. Сегодня мы сражаемся плечом к плечу. Это наша главная задача. Казак был и есть всегда воином. Мы должны и будем помнить, и воспитываем нашу молодежь на заветах наших предков. В вере православной, традиции – это главные столпы казачества. Дорогие друзья, я желаю каждому из вас здоровья, крепкого духа, и мы победим! С 17 февраля по 7 марта участковые комиссии Карачаева-Черкесии проведут адресное информирование избирателей. Им расскажут о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента России, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК». В проекте будут задействованы 249 участковых избирательных комиссий и около 1000 членов участковых избирательных комиссий. Пилотная версия проекта была успешно опробирована в ходе проведения дополнительных выборов в депутатах Госдумы в 2023 году. До конца 2024 года на федеральной сети Карачаева-Черкесии отремонтируют 12 километров автодорог и два моста. С двух до четырех полос расширят подъездную дорогу к Черкесску и два моста в Домбае. Встречные потоки транспорта будут разделены осевым тросовым заграждением. На участке модернизируют один существующий светофорный объект и смонтируют девять новых. Для жителей Черкеска и Аула Псы же обновят линии электроосвещения. Кроме того, проложат 6,5 километров пешеходных дорожек, устроят восемь автобусных остановок, а также два пешеходных светофора с кнопкой вызова. В Псыже рядом с гимназией номер один восстановят две площадки для кратковременной остановки автомобилей. В эксплуатацию участок будет введен до ноября 2024 года. Помимо этого, капитально ремонтируют мосты через реки Дамбай-Юльген и Аманаус. Многодетная семья Евдокимовых из Карачаевой Черкесии представила республику в конкурсе династии России. 250 семей из разных уголков России. Конкурсы, мастер-классы. Здесь каждый смог поделиться своим опытом в воспитании умных творческих детей, будущих патриотов своей страны, а также рассказать о самом ценном семейных традициях. Наши земляки, талантливые Евдокимовы, не только исполнили песню «Моя семья» под аккомпанемент детей, сыгравших на скрипках и фортепиано, но и провели мастер-класс по изготовлению открыток, которые мама Инна Павловна делает из подручных материалов, а дочери ей в этом помогают. Также конкурсанты из Карачаева Черкесии приняли участие в образовательных лекциях, побывали у елки Карачаева Черкесии на выставке «Елки России», осмотрели экспозиции 89 субъектов России, где собраны самые главные достижения страны в разных областях и сферах деятельности. Всероссийский семейный форум «Ротные и любимые» завершился и стал действительно отличным стартом для года «Семьи в России», отметил глава республики Рашид Темрезов. Карачаева Черкесия присоединилась к Всероссийской акции МВД России и Общественного совета «Студенческий десант». В отделе МВД России по Черкесску для студенческих активов, юридического института Северокавказской государственной академии сотрудники полиции и члены Общественного совета провели ознакомительную экскурсию. Мероприятие проходило в сопровождении сотрудников кадрового подразделения, которые подготовили для ребят насыщенную программу, чтобы как можно больше рассказать о деятельности службы подразделения дела. Экскурсия традиционно началась с проходной в административное здание режимного объекта. Здесь ребятам рассказали и показали, как осуществляется работа контрольно-пропускного пункта. Затем сотрудники спецприемника рассказали о своей работе, в задаче которого входит содержание лиц, подвергнутых административному аресту. В ходе экскурсии ребятам показали камеры для задержанных и медицинский кабинет. Далее госавтоинспектор рассказал ребятам о специфике работы и основных задачах, которые возложены на данное подразделение. Студенты с интересом ознакомились со специализированной автомашиной сотрудников дорожно-патрульной службы и примерили средства индивидуальной защиты. Участники студенческого десанта посетили стрелковый тир, оборудованный по последним техническим требованиям, где неподдельный интерес вызвало демонстрацию учебного оружия и специальных средств, находящихся на вооружении в полиции. Сотрудник дежурной части рассказал об особенностях работы дежурного, показал мониторы системы «Безопасный город», при использовании которого удается раскрывать преступления по горячим следам. В ходе экскурсии ребята ознакомились и с работой экспертно-криминалистической службы. Стоят на страже психологического здоровья бойцов. Наша съемочная группа побывала в гостях в управлении Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова познакомилась со штатным психологом силового ведомства. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Знаменитый девиз из романа «Два капитана» известного писателя Вениамина Каверина, однофамильца нашего героя Виктора Каверина, нашел отражение и в его жизненном пути. Еще в школьные годы он понял, что хочет приносить пользу людям и при этом служить своей родине. Профессиональный путь определил случайное предложение от сотрудника военкомата, где он проходил медкомиссию, призывающая поступить в военный институт. Виктор послушался совета. И не зря. Позже успехами сына в учебе в Санкт-Петербургском военном институте в войск Национальной гвардии России очень сильно будет гордиться мама Екатерина Владимировна Каверина. Участвовал в параде на Дворцовой площади, мы проходили, по телевизору тоже нас показывали, мама смотрела, радовалась. А вот ваша мама? Это да, это мама в слезах, очень гордилась, не смогла сдержать слезы. Закончил институт с красным дипломом, очень сильно радовалась. С сентября 2019 года Виктор Каверин выполняет обязанности психолога-полиграфолога Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Его работа охватывает все этапы деятельности военнослужащих и сотрудников. Как специалист психологической службы он изучает индивидуальные особенности кандидатов при приёме на службу, определяет профессиональную пригодность и прогнозирует успешность их деятельности. Он оказывает помощь сотрудникам в адаптации к профессии и поддерживает готовность росгвардейцев выполнять поставленные задачи. Человек, когда где-то находится вне нашего управления, я не нахожусь рядом с ними, я не вижу, что они выполняют, что они делали, что с ними случилось. Поэтому мне важно знать, я с каждым человеком отдельно прорабатываю всё, работаю. И, исходя уже из беседы, проведённого тестирования, делаю различного рода выводы, заключения подготавливаю на каждого. Спасать бойцов Росгвардии от профессионального выгорания, поддерживать необходимый психологический климат в коллективе – это живая работа, постоянный контакт с людьми. Мне нравится, где я нахожусь, мне нравится результат моей работы, и поэтому, да, меня всё устраивает в этом плане. То, что я делаю, если это получается, то, конечно, меня это радует. Кстати, говоря о климате, уже как о физическом явлении, нашему герою, который родом из холодных краёв Родины, а именно Республики Коми, по душе пришёлся наш, Южный. И он не хочет теперь его менять. Виктор Каверин чувствует себя на своём месте, как и в географическом, так и в профессиональном плане. Фатима Даурова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. 12 саженцев крымской сосны высадили на левом берегу Кубани гидроэнергетики карачаево-черкесского филиала «Паурус» гидроактивисты и школьники. Место выбрано не случайно. Это точка, с которой открывается один из лучших видов на Красногорский и Малый ГЭС. И, что важно, обзорная площадка доступна к посещению без каких-либо ограничений. С просьбой о начале благоустройства левого берега реки на окраине станицы обратились жители Красногорской. Они рассказали, что после ввода объекта в эксплуатацию к реке стали подъезжать как местные, так и туристы, чтобы посмотреть на грандиозный промышленный объект, органично вписанный в горный ландшафт, отметил директор карачаево-черкесского филиала «Русгидро» Петр Кравченко. Также летом территория берега была очищена от строительного мусора с помощью специальной техники и определены границы будущей сосновой рощи. В современном мире отмечается рост стрессовых состояний у человека, а вкупе с сезонными заболеваниями повышается тревожность, депрессия и уныние. Но выход есть. Какой? Расскажет гость нашей студии, высокий профессионал в медицине, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист ультразвуковой диагностики Светлана Баташева. В интервью нашему корреспонденту Альбине Курочиновой-Кенжевой доктор рассказала про антиэйдж-медицину и про восстановление организма после болезни. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.